Айнаш Мустаяпов, кандидат филологических наук, блогер, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели узнать, какие сейчас настроения в Казахстане в связи с приездом большого числа мужчин из России? От 200 до 300 тысяч называют цифру. Да, следует отметить, что мы не знаем наверняка точно о больших числа. Власти нас убеждают в том, что часть этих людей в Казахстане находится транзитом и сразу покидает в страну. Однако мы не видим такого же стопотворения, скажем, в аэропортов, в залах, в ближайшиеся страны. Поэтому мы, и по нашим ощущениям, мы видим людей в наших городах, которые явно не являются гражданами Казахстана. Мы полагаем, что их очень много. Причем они скапливаются в основном в крупных городах. Несмотря на уверение о том, что среди них много айтишников, и я полагаю, они могли бы жить в малых городах, в городах-спутниках, где есть интернет, и этого достаточно им для работы. Тем не менее, они предпочитают крупные города, где по-прежнему сохраняется проблема с арендным жильем, которая коснулась непосредственно местных жителей, коснулась студентов. И сегодня волонтеры уже решают проблему не с уклонистами, да, с мобилизацией, а с нашими студентами, которые остались без жилья. Волонтеры подыскивают им жилье, пытаются решить каким-то образом эту проблему. Эта проблема остается отцы, потому что россияне, естественно, претендует на работу, им надо на что-то жить. И это действительно правильно, потому что иначе будет увеличение количества поступлений. Но, с другой стороны, это ведь и конкуренция для наших местных граждан, безработных, кое-как число около двух миллионов. То есть это еще одна проблема. Далее, мы понимаем, что ссорит вслед за мужчинами, в основном мужчины, приемы к семье, жены, дети. И это еще одна проблема. Школы. У нас нехватка школ. И в крупных городах есть школы, где обучаются в три смены. Мы понимаем, что обеспечить еще даже несколько десятков учеников, приехавших из России, будет достаточно большой проблемой. У нас там в последние годы наблюдается демографический рост, и эти проблемы до сих пор власти не решены. Я думаю, что эта проблема у вас угодится. Ну, а самое главное, почему опасность и риски, потому что мы не знаем, кто эти люди, каковы их взгляды. Меня вызывает неузаумение, на каком основании российская эмиграция, которая находится на Западе, причащает всех этих уклонистов к противникам войны. Мы не видим ни заявлений, ни какой-то активности, которая бы свидетельствовала о том, что они выступают против войны и не поддерживают политику Кузьма. Они прибегают к фигуре умолчания, просят не задавать вопросы о войне, не спрашивают о мобилизации и о причинах, почему они оказываются в стране. Даже на вербальном уровне мы это замечаем. Они избегают слов, допустим, ну вот они сами придали за последние годы такую сниженную, уничижительную тематику словам, мигрант и гастарбайтер, и, так сказать, называют себя релакантами. Ну, релаканты — это те, кто переехал вместе со своей компанией, да, действительно такие компании есть. Основная масса — это мигранты и гастарбайтеры, но они не хотят себя соотносить с теми же мигрантами, да, в Средней Азии и в России. О чем это говорит? Это говорит о том, что в них сохраняется вот этот инверский ширинин. Они не только, то есть в их картине мира сейчас, в общем-то, и Украина отсутствует. Они озабочены только тем, чтобы устроиться и пересидеть какое-то вот это тревожное время, которое наблюдается в России. Вот. И нет никакой переоценки ценностей, нет попытки посмотреть, что к этому привело, да, вот к этой большой трагедии в Украине, к их вынужденному переезду из России. Этого нет. Они не задумываются ни о войне, не задумываются и о том, как они вели себя по отношению к другим национальным. Почему Россия ведет такую демоцентральную политику по отношению к национальным республикам. Это просто люди, которые приехали и ждать. И они создают для нас определенные проблемы. Знаете, вы правы, мне тоже кажется, что часть этих людей, да, до 21 сентября могли там спокойно себе сидеть на диване, поддерживать всю эту войну, писать в соцсетях какие-то посты, лайкать все это. А потом, когда их коснулось напрямую, когда у тебя есть шанс попасть на передовую и приехать в пластиковом мешке, тогда они побежали. Да, я думаю, что если бы не мобилизация, объявленная Украином, они спокойно оставались бы, работали, и они бы не замечали того ужаса, который творит российская армия в Украине. Я в этом уверена. Более того, нас уверяют, что так много айтишников, айти-специалистов среди этих людей, приехавших в страну. Но разные мы видим какую-то активность, да, антивоенную активность. Пишут ли они посты в защиту Украины, ведут ли они какую-то проспетительскую деятельность, да, со своими там соотечественниками. Может быть, они ведут какую-то подрывную деятельность, да, там подрывают, ну, знаете, подрывают военкоматы. Армии айтишников сотни тысяч. Они могли бы спокойно, удаленно, да, обрушить все эти базы данных военкоматов и так далее. Их антивоенное настроение никак не проявляется. И это заставляет нас делать вывод о том, что они вовсе не имеют каких-то антивоенных взглядов. То есть просто пересидеть. Конечно. Вот как бы мы могли описать, мы уже говорили об этом в начале нашего разговора, а как бы мы могли описать отношения, да, вот двух народов в историческом плане? Как казахи относятся к русским и наоборот? Ну, вопрос, конечно, очень сложный. Ну, можно какие-то, вот, так сказать, наметить тезисы. Первое. Как складывались отношения исторические? Ну, мы знаем, что там еще в 16-17 веке из России в степи в Сибирь сбегали люди, которые, там, ну, совершили какое-то преступление, не могли смириться вот с этим крепостным своим положением, да. Сибирь была территорией свободы. В конце 19 века начинаются активные массовые переселения. Это была крестьянская колонизация. И колониальные власти выделяли переселенцам деньги. Откуда бралась земля? Естественно, за счет пастбищ казахов. Это было первое. Об этом очень много в начале века писали наши образованные люди, наши интеллигенции, будущие лошадинцы и так далее. Затем Столыпинская реформа. После отмены крепостного права русские помещики не желали выделять землю уже свободным крестьянам. И это привело к революции 5-го года. Столыпин придумал, как разрешить эту проблему. Разрешить за счет, в том числе, за счет Сибири и Казахстана. Было переселение в течение 4-5 лет. Около миллиона крестьян переселили в Казахстан. Естественно, им выделяли землю. Были созданы преференции. Обычно там льготы, задавались деньги, да, и так далее, и так далее. Через 4-5 лет они уже имели дом, землю, скот и так далее. В течение веков они не могли обжиться этим в России. И за 4-5 лет они обживались, становились достаточно предстоятельными в Казахстане. Опять это была земля, забираемая у казахов. Это привело затем уже к революции 16-го года, то есть к восстанию казахов 16-го года. И в этом восстании переселенцы сыграли далеко не очень позитивную роль. Им, в отличие от казахов, разрешено было иметь оружие. И они поддерживали русскую армию по давлению этого восстания. Несмотря на то, что уже сколько лет они жили по соседству, это не спасло. То, что я наблюдаю сейчас в Украине, да, вот эти коллаборанты, которые годами, десятилетиями жили рядом с украинцами, а потом предали их в такой сложный момент, я усматриваю какие-то параллели с 16-м годом, с восстанием 1916-го года. Затем были переселения в 20-е годы, в 30-е годы, во время голодомора. И в аулах не было еды. Аулы пробивались, люди пробивались в города. В городах и ближайших поселках была еда, потому что казахи обменивали свои голодные и серебряные изделия на еду. Голода тотального в Казахстане не было. Почему другие национальности не спасали казахов в аулах? Вопрос устаётся от цели. Затем эвакуация. Затем целина. И это, кстати, к вопросу о том, почему казахов на своей территории было меньше всего. Несколько волн массовых переселений, от миллиона до двух человек. Наряду с голодомором это и привело к тому, что казахи составляли меньше всего на своей земле. И вот 300 тысяч российских мужчин снова в Казахстане? Да. Мы только испытали какое-то чувство облегчения, когда население казахов, то есть состав казахов, население казахстана достигло 70%, хотя я считаю, что это цифра преуменьшенная. И тут опять 10 лет от нас уезжали в Россию. И нам все говорили, что уезжают лучшие. Но мы уже думаем, ладно, уезжают, уезжают. Человек, который хочет жить на своей исторической родине, замечательно, это надо только приветствовать. Тем меньше останется у нас тех, кто не ассоциирует себя с Казахстаном. И мы видим, что за последние годы гораздо больше, чем выехало за 10 лет, за последние месяцы вернулось к нам из России. И это вновь угроза того, что будет распространяться и русский язык, и русская культура, и русская идеология, имперский шовинизм и так далее. Я вот здесь хотел бы вас спросить, знаете, я недавно прочел один интересный такой пост в интернете, типа, как жест отчаяния, да? Это была женщина, которого тоже они спасались, я так понимаю, от мобилизации, они уехали с семьей в Узбекистан. И вот в Узбекистане они пошли в школу, и ее просто жест отчаяния мне сказали, что я должна учить, мой ребенок должен учить узбекский язык. А должен мой ребенок учить узбекский язык в узбекской школе? Она же говорит по-русски, ведь все русские понимают. Есть ли такая проблема в Казахстане? Вот эти дети, которые пойдут в казахские школы, о чем вы сейчас говорили, где даже в три смены учатся, им ведь придется учить казахский язык. И что вот эти, скажем так, шовинисты, которые вы сказали, которые думают, что везде понимают по-русски, и поэтому можно везде говорить по-русски, что они на это ответят? Не будет ли в этом какой-то проблемы? Да, ну я скажу, что такой большой проблемы, как с языком, не будет, потому что у нас большое количество русских школ, и, естественно, россияне будут создавать детей в русские школы. При этом то, о чем я говорила, учатся в три смены, это касается как раз казахских школ. Но это и проблема, что у нас не хватит школ для казахов. С русскими школами проблема так вот не стоит. Они пойдут в русскую школу, но там преподается казахский язык. И у нас уже были случаи в этом году, когда одна россиянка, отправившая нашу школу в Астане, ребенка, она возмущалась тем, что ее ребенок должен учить гимн на казахском языке. И она в соцсетях обсуждала, какую бы ей придумать причину, чтобы, как она говорит, отмазать своего ребенка от необходимости учить казахский гимн. Ну вот вам, пожалуйста, отношения. Потом нужно сказать, мы будем справедливыми, объективными. Часть россиян, которые переехали из сближавшейся мобилизации, они записываются на курсы казахского языка. Они пытаются что-то говорить, они говорят отдельные слова. Но это тоже как политика спокойного пересидения в стране, если нужно пересидеть. Что касается наших русских, сейчас я вот не ответила на вопрос об отношении. Казахи по-разному относятся к русским. С одной стороны, мы помним вот этот горький исторический опыт. С другой стороны, как бы, ну, наша эмпатия или доброта, это часть населения, да, заставляет их оказывать помощь россиянам. Теперь, что касается наших русских, у нас есть такое понятие, наши русские, они за вот эти последние, особенно месяцы войны в Украине, стали демонстративно, ну, я считаю, правильно, ну, как бы, стали демонстрировать свое лояльное отношение к Казахстану. Им, конечно, не хочется, чтобы мы на них смотрели, как на потенциальных коллаборантов, да, тех, кого мы видим сейчас из новостей и хроники происходящего в Украине. Они позиционируют себя, как бы, джену наш старт, наши казахи. Тем самым, отмежевываясь от России, от россиянских, от российских казахов, то есть от российских русских, это первое. И, во-вторых, подчеркивая свою, ну, свою принадлежность к казахской гражданской нации. То есть, вот какой-то такой позитивный вид здесь мы тоже наблюдаем. На саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, который прошел в Астане, практически никто, кроме Эртогана, не говорил о войне в Украине. Это вот отметили западные СМИ, практически все западные СМИ. Как можно это объяснить? Да, ну, я думаю, не только западные СМИ, мы тоже это отметили, никто не говорил об Украине, хотя все страны говорили о тех проблемах, которые у них есть. Ну, я считаю, что это... Проблемы со связью с Айнаш. Надеемся, что сейчас настроим и продолжим разговор. Вот сейчас мы видим кадры саммита. На котором, вот, как мы говорили, никто, кроме Эртогана, не говорил о войне в Украине. Да, это саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Айнаш появилась на связи, да. Да, вы сказали, что вы тоже об этом писали, и вы тоже отметили этот факт. Да, мы отметили это, тоже в Казахстане отметили этот факт, и я это вижу так. Это, конечно, никакая не уступка Путину, да, и нельзя говорить о том, что это, как бы, там, заркость и приимство и так далее. Я думаю, что, как при смертельно больном человеке не говорят о болезни, которые его уничтожат, так же при Путине не говорили об Украине. Украина — это та болезнь, которая уничтожит, и его сегодня уничтожает Путина. Хотя, конечно, на саммите говорилось очень много о терроризме, и это было первично, что как по заказу, по СЭК, как вот доставка по заказу, именно в эти дни, в эти же часы приняла резолюцию о признании России государством с террористическим режимом. И это, конечно, актуализирует все декларации о борьбе с терроризмом, которые встречали на саммите. Будем смотреть, как члены СНДА будут бороться и проявлять свое отношение к стране, к режиму, который признан террористическим. Ну да, и Украина — это не болезнь, это все-таки сила и свежий ветер, которого, наверное, очень боится Путин. Еще такой вопрос. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон на саммите Центральной Азии и России призвал Путина с уважением относиться к своим партнерам, а именно попросил его не проводить по отношению к странам Центральной Азии политику, цитирую, как к бывшему Советскому Союзу. Что за сигнал получил Путин, как вы думаете? Я думаю, что Эмамали Рахмонов выразил общее мнение о том, что вся эти разговоры, вся эта република о Советском Союзе, она вызывает оспомину, отторжение у стран Центральной Азии. Более того, это говорит о том, что вызывает раздражение колониальная политика России по отношению к нашим странам. Я думаю, что вот этот был главный посыл. Но вы знаете, Путин приехал на саммит со своей и приехал, и он навязывает там какую-то свою секретаре реальность. В ответ он предложил 25-й год считать годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом, это смешно, борьбы с нацизмом. Он призвал сплотиться за отстаивание исторической правды об орбе с нацизмом. Ну, Путин находится в своей всей реальностью, и на саммите он пытался в эту реальность погрузить всех остальных. Отсюда его и предложение о каких-то новых инистративах. Он предлагал их так, словно нет никаких санкций и так далее. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Я напомню, Айнаш Мустаяпова, кандидат филологических наук, блогер, была с нами на связи. Еще раз спасибо. До свидания. Продолжение следует...